Друзья, немало, если их можно так назвать, прения в украинском обществе вызвала в свое время покупка Украины у Франции серии вертолетов от компании Airbus. Мол дорого, не для ВСУ, а для МВД куда к слову с недавнего времени входят нацгвардии пограничники, где разработка своих новых и так далее. Так вот, в плане разработки своих боевых вертолетов в Украине по-видимому не так все плохо и вот почему, оказывается, в течение следующих 10 лет Украина потратит 3 миллиарда 900 миллионов гривен, а это около 140 миллионов долларов на разработку вертолета взлетной массы 4-5 тонны комплектующих для вертолетов различных типов. Об этом, говорится в проекте государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы обнародованном Минстротекпромом. При этом, из государственных бюджетов 2021-2030 годов планируется привлечь 2 миллиарда 400 миллионов, остальные 1 миллиард 471 миллион это собственные средства предприятий. В частности, по этой программе за 10 лет планируется воплотить в жизнь следующее мероприятие. 806 миллионов 500 тысяч. 500 из них из бюджета пойдут на инновационные исследования и разработки необходимые для создания главных вертолетных редукторов. 2 тысячи 419 миллионов. 1500 из бюджета на разработку лопасти несущего и рулевого винтов вертолетов всех типов. 80 миллионов 600 тысяч. 50 из бюджета на создание электрической системы привода хвостового винта и легких и средних вертолетов. 564 миллиона 500 тысяч. 350 из бюджета на создание и сертификацию отечественного многоцелевого легкого вертолета взлетной массой 4-5 тонн. В общем, средства запланированы. И хотя 10 лет это как по нам очень долго, но сам факт наличия такой программы это уже хорошо. Поэтому, до того как эта машина будет создана и будет так сказать воплощена в металле Украине все равно придется покупать западные машины типа Apache или Еврокоптер. И это как говорил классик уже другая история.